Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и сегодня мы поговорим о машинах. Железные кони не только помогают нам вовремя добираться на работу, радовать семью пикниками на лоне природы и получать незабываемые эмоции от путешествий. Они, как и настоящие жребцы, требуют нашего внимания. Секретами правильного ухода за машиной с нами поделится директор по продажам автохолдинга «Алмаз Авто» Борис Чернов. Здравствуйте, Борис Геннадьевич! Здравствуйте! Погода уже радует нас теплыми днями, хочется выбираться за город, но страшно там и остаться. А подскажите, как проверить машину, как подготовить ее к такой дальней поездке? Дело в том, что хочется, во-первых, отметить, автомобиль – это сложное техническое устройство, которое постоянно требует контроля. Даже в правилах дорожного движения прописано то, что автовладелец обязан каждый раз перед тем, как сесть в свой автомобиль, проверить его техническое состояние. Поэтому готовить автомобиль к лету надо еще зимой. То есть сначала мы обязательно в двигателе поменять масло, если у вас подошел пробег к замене масла. В летний период возрастает температура на улице, соответственно, возрастает нагрузка на систему охлаждения двигателя. Обязательно проверьте все технические жидкости в автомобиле. То есть это охлаждающая жидкость, опять-таки уровень масла в двигателе, уровень масла в коробке передач. Не поленитесь, приходя на автостоянку, где вы храните свой автомобиль, или в гараже, наклониться под машину и посмотреть, есть ли потеки. Если вы обнаружили пятна под машиной, это первый сигнал обратиться в сервис. И тогда железный конь вас не подведет ни в дальних путешествиях, ни в поездках за город. Отлично. Сейчас магазины предлагают большой выбор аксессуаров для автомобиля. Это и кресло с подогревом, и цепи на машину. У вас в магазине больше полутора тысяч наименований. Расскажите, что обязательно должно быть в машине, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно? Вот вы правильно сделали акцент на то, что лучше чувствовать себя в машине безопасно. Поскольку автомобиль – это средство повышенной опасности, про которое многие забывают, что это так и есть. На самом деле. И многие автопроизводители безопасность ставят на первое место, нежели комфорт. Поэтому я думаю, что если у вас есть дети, позаботьтесь о том, чтобы они путешествовали в автомобиле в специальных кресках, либо хотя бы со специальными удерживающими устройствами. Если вы отправляетесь в дальнее путешествие, позаботьтесь также о том, чтобы у вас был зарядник для телефона. Поскольку все мы оснащены мобильной связью, и будет очень неприятно, если в нужный момент у вас сядет телефон. Также не лишним будет взять набор предохранителей. Поскольку возрастает нагрузка на систему охлаждения, вентиляторы в автомобиле включаются чаще, и, соответственно, чаще могут выходить из строя предохранители. Будет очень обидно, если вы встанете посередине дороги и не сможете дальше двигаться из-за перегрева двигателя. Какие, может быть, технические новинки есть на службе у автовладельцев? Что действительно нужно взять, чтобы чувствовать себя комфортно, например, в лесу при поездке подышать воздухом? Опять-таки хочется вернуться к безопасности. Не лишним будет иметь в машине специальный жилет светоотражающий, поскольку сошел снег, у нас на дорогах появились саморезы, гвозди и другие предметы, которые повреждают автопокрышки. Зачастую приходится менять колеса, и иногда приходится это делать в темное время суток. Хочется посоветовать автовладельцам при замене колеса, особенно в темное время суток, одевать светоотражающий жилет. Дело в том, что бывали такие случаи, когда люди меняли колеса на дороге, и их сбивал попутный либо встречный автотранспорт. Поэтому безопасность на первом уровне. Второе. Не забывайте положить в багажник огнетушитель. Хотя правила предписывают иметь его постоянно, многие автовладельцы просто об этом забывают. Возгорание автомобиля происходит моментально, и автомобиль сгорает буквально за 5 минут. Поэтому огнетушитель никогда не лишен. Никогда не будет лишним. Это точно. Расскажите, в преддверии летнего сезона, какие услуги пользуются наибольшей популярностью, что волнует рязанцев? По статистике нами замечено, что с наступлением теплого времени люди пользуются кондиционерами. Начинают включать кондиционеры и обнаруживают, что, увы, кондиционер не работает. Дело в том, что данная аппаратура требует особого ухода. Даже когда вы не пользуетесь автокондиционером, его нужно время от времени включать, чтобы фреом вместе со смазкой проходил по трубкам, смазал резинки и уплотнители. Если этого не делать, то с наступлением теплого сезона фреом, к сожалению, система улетучивается. И вот автовладельцы обращаются к нам именно за ремонтом, диагностикой систем кондиционирования. У нас предоставляется полностью комплекс услуг как по диагностике, так и по ремонту системы автокондиционирования. Это не секрет, что летом автовладельцев посещают вдохновение. Многие не просят самостоятельно залезть под машину, сделать ремонт. Как вы относитесь, какие работы вообще можно сделать самостоятельно, а какие все-таки требуют внимания специалиста? Дело в том, что здесь нужно немножко разобраться в терминологии. У нас есть автовладельцы, а есть еще такой забытый класс, как автолюбители. Честно сказать, автовладельцам я бы посоветовал вообще не касаться ремонта автомобиля. А вот автолюбители при наличии небольшого количества инструментов и огромного багажа знаний могут произвести практически любой ремонт, за исключением того ремонта, который требует определенных технических средств. Таких, например, как геометрия углов схождения развала колес, либо таких технически сложных работ, как по ремонту двигателя. Остальные работы автолюбители могут произвести самостоятельно. А вот автовладельцы лучше приезжайте на сервис. А есть ли какая-то разница между ремонтом отечественного автомобиля и импортного? Автолюбитель справится с иномаркой? Да, Галин, вы правы. Разница огромная. Автолюбитель с иномаркой справится, поскольку, как говорил старый автомеханик, поршни, они круглые у всех автомобилей. Разница в ремонте и обслуживании огромная в том, что стоимость запчастей на отечественные автомобили и на автомобильные иностранные производства достаточно большая. Порой даже до двух-трех раз. И стоимость работ тоже различается. Поскольку иностранные автомобили немного более сложные в техническом обслуживании, чем отечественные. Ну, автолюбитель справится с любым автомобилем. То есть ему все по плечу? Ну, я думаю, что если он грамотный и хорошо подготовлен, то да. Ну, автолюбители тоже с чего-то начинают. Бывали у вас случаи, когда они разобрали автомобиль, а собрать не смогли? Да. Кстати сказать, такие случаи были. И вот буквально в прошлом году человек разобрал двигатель. Но, к сожалению, не хватило ни опыта, ни знаний. И машину привезли к нам. И наши мастера уже собрали двигатель обратно, заменили все необходимые детали. И автомобиль уехал. Автовладелец остался очень доволен. Это хорошо. Главное, чтобы таких случаев было все-таки поменьше. Вот автолюбители сначала изучали все инструкции. А то так можно и до сервиса не доехать. Абсолютно верно. Не секрет, что к хорошему специалисту люди готовы ехать даже в другой город. Но зачастую мы не можем оценить квалификацию этого мастера. И нередко бывали случаи обмана, когда чинили исправные детали, либо завышали сумму в чеке. Можно ли самостоятельно определить квалификацию мастера, как-то повлиять? Знаете, самостоятельно определить квалификацию мастера практически невозможно. Дело в том, что давайте сравним автосервис с медициной. Мы же, когда болеем, не идем к любому попавшемуся врачу. Но сначала узнаем у знакомых, какой врач лучше, какой врач хуже, какой более подготовленный специалист. Так и в автосервисе. Многие ориентируются на советы знакомых, друзей. Также стоит обратить внимание на то, что производить ремонт в мелких гаражах может быть и где-то выгоднее. Но люди не предоставляют гарантию на проведенные работы. А крупные автосервисы, допустим, такой, как наш автокомплекс, мы полностью предоставляем гарантии на все проведенные работы. Соответственно, мы несем ответственность за все. Люди зачастую попадают в ловушку. С одной стороны, они боятся, что их обманут в автосервисе. С другой стороны, сами они в машинах ничего не понимают. Нужно ли действительно иметь какую-то базовую подготовку, знания о техническом устройстве автомобиля, чтобы отдать его в автосервис и быть уверенным в результате? Здесь, в принципе, дело в том, что особых базовых знаний иметь не нужно. У нас под рукой есть большой помощник под названием интернет. То есть вы можете сначала, поставив диагноз по ремонту автомобиля, узнав, что нужно поменять, обратиться к всемирной сети, узнать стоимость запчастей и услуг у других СТО. И уже, сопоставив эти цены, сравнить, адекватные или неадекватные предложения вам выставляет то или иное СТО. В нашем автокомплексе, допустим, существует такая вещь, как горячая линия. То есть, приехав, клиент может посмотреть, узнать, если ему что-то не понравилось, сообщить по горячей линии нашему менеджеру. А также у нас на каждом посту развешаны телефоны наших конкурентов, то есть ближайших СТО. Человек может взять телефон, позвонить и узнать, какова стоимость ремонта в том или ином СТО и завышаем ли мы цены или нет. У нас сейчас тенденция к тому, что мы ведем политику на снижение цен и на более доступные услуги. Не секрет, что летом люди готовят автомобиль к продаже, меняют либо на новый, либо какой-то улочного класса. Что вы можете посоветовать, чтобы поднять его рыночную стоимость? Что нужно сделать? Во-первых, у нас люди покупают, встречают точнее, по одежке. То есть, автомобиль в первую очередь должен быть опрятным, чистым. То есть, мой совет – это произвести химчистку салона автомобиля в любом случае. Даже если вы использовали чехлы на сиденье, химчистка автомобилю не повредит. Естественно, ему не повредит полностью мойка. Причем мойка и агрегатов, и автомобиля снаружи. Поскольку при продаже зачастую покупатели хотят увидеть автомобиль снизу, им будет очень неприятно посмотреть на запыленный и загрязненный автомобиль. Естественно, нужно помыть двигатель, поскольку где-то есть небольшие потеки. Но давайте оставаться честными. Если есть проблемы с автомобилем, то лучше сначала решить эти проблемы на СТО, а потом уже предлагать этот товар покупателю. Насколько сильно нужно ремонтировать автомобиль перед продажей, если у него есть какие-то дефекты? Или сделать только видимость ремонта? Что бы вы предложили? Знаете, видимость, она в любом случае потом повлияет на вашу репутацию как продавца. Поэтому все-таки лучше сделать автомобиль полностью. И опять-таки я хочу акцентировать на том, что автомобиль – это все-таки средство повышенной опасности. Если где-то есть неисправность, то зачастую такая неисправность может привести к очень серьезным последствиям. Поэтому давайте относиться к этому серьезно. А насколько можно поднять цену благодаря таким нехитрым манипуляциям с автомобилем? Буквально, наверное, процентов на 10-15. Но опять-таки данная ситуация на рынке, которая сейчас присутствует, она зачастую неисправима теми мероприятиями, которые будут производиться продавцом. То есть даже химчистка, мытье – это всего лишь на всего подготовка автомобиля. Товар нужно показывать лицом. Сколько денег можно вложить перед продажей, чтобы не остаться в минусе для себя? Это все только конкретный автомобиль, конкретная ситуация. Потому что бывает, что автомобили приходят в таком ужасном техническом состоянии, что стоимость затрат на восстановление автомобиля намного превышает его рыночную стоимость. И уже не сообразно его ремонтировать, либо восстанавливать, даже делать какую-то косметику. То есть вы рекомендуете уже просто на металлолом, по сути, его отправить? Честно, да. Как вы думаете, чем Рязань может гордиться в сфере обслуживания автомобилей? Есть у нас какие-то уникальные фишечки? Насчет того, что гордится, да. Рязань может, не скажу, конечно, что гордится, но мы можем без ложной скромности похвастаться тем, что есть такой автокомплекс. Я имею в виду наш автокомплекс «Алмаз», где полностью представлены все услуги. Начиная от шиномонтажа и заканчивая сложным кузовным ремонтом, плюс покраска. Присутствует большая покрасочная камера. То есть на профессиональном оборудовании мы производим кузовные работы и покрасочные работы. Поэтому клиент, приехав к нам, может оставить свой автомобиль в надежные руки и получить его полностью отремонтированным и готовым к эксплуатации. В преддверии большого праздника, который предстоит нам 9 мая, хотелось бы поздравить всех рязанцев, всех ветеранов и просто всех россиян с этим великим праздником. Днем Победы. Это великая победа, которая досталась нам огромной кровью и огромными потерями. Давайте мы будем обращать внимание на тех стариков, которые живут с нами рядом. Им многого от нас не надо. Буквально немножко внимания и все. Я уверена, что эти теплые слова будут очень приятны услышать всем ветеранам, которых, к сожалению, немного уже осталось у нас. А я напоминаю нашим зрителям, что в гостях у нас был директор по продажам автокомплекса «Алмаз Авто» Борис Чернов. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!